здравствуйте друзья пчеловоды и люди потребляющие мед наступил медовый спас время забирать мед у пчел и откачивать его вот сейчас и начну этим заниматься для начала первый этап нужно снять рамочки с ульев начинаю я обычно с магазинных рамок это такие маленькие полурамочки и вот перед вами улей крышечка с него снята уже сейчас буду открывать и будем смотреть как постарались пчелы насколько много они собирали меда так открываем подушка тут пчелы везде кругом так видим под холстиком рамочки полные меда даже вижу отсюда сейчас буду выдувать отсюда пчел есть вот специальный инструмент для этого воздуха дубка очень хорошо с ней работать в прошлом году испытал и вот сейчас тоже гораздо лучше чем дымить чем щеткой сметкой тут их грести пчел так воздухом гораздо быстрее сейчас все покажу сначала нужно отсоединить магазинный корпус от основного дело в том что пчелы приклеивают прополисом и бывает сложновато отсоединить там уже еще и магазин сам по себе тяжелый с медом какой он тяжелый полный меда беру вот такой шпагатик растягивающийся подвязываю рамочки чтобы они не выпали когда я буду выдувать и это и и и Продолжение следует... Так, ну все, почти готово. Тут, конечно, пчелы еще понастроили языков, и здесь не все с медом. Накрываю побыстрее холстиком. Так, накрыл я холстиком, закрываю подушкой улей, чтобы не привлекать пчел-воробок. Пчелы, которых я выдал, они почти сразу вернутся в улей. Так гораздо лучше, чем дымить, чем сметать щеткой. Буквально через 5 минут, через 10, они все залезут сюда, успокоятся. Вот, смотрите, какая прекрасная рамка. Полная-полная меда с обоих сторон. Убираю в специальный ящик переноску. Кстати, нужно открывать. Тоже полнехонькая рамочка. Тоже полнехонькая рамочка. Ну вот какая рамочка. Красота посмотреть. Запечатанная от и до. Прям таки просится на откачку. Жарко, жарко. Плюс 28, даже может плюс 30. Я весь мокрый, как будто в баню сходил. Но хорошо, нету пчелиного воровства. Если была бы холодная погода, не было бы взятка и было бы пчелиное воровство. Пчелы из другого улья нападали бы на этот. Ну или наоборот. А так нет, вот спокойно. То есть никакие другие пчелы не интересуются медом, который здесь розлит. То есть хорошо, работать удобно. Пчелиное воровство или напад пчел. Страшное дело. У меня как-то 4 улья разграбили. Ну еще на заре моего пчеловодства, еще давно, когда я только начинал заниматься. Вот смотрите, какая очередная рамочка. Красота. Полнехонькая меда. Я еще даже не пробовал, какой мед на вкус. Ну вот еще раз поближе. Давайте посмотрим, какие красивые соты. Запечатанные. Классно. Прямо-таки аппетит разыгрался даже у меня. Но я уж не буду вам показывать весь процесс отбора медовых рамок. В принципе, вот на примере одного улья показал. Ну и так далее. Со всеми другими 30. То, что здесь стоят. Даже 33. Ну все. Понес вот эту романосочку на откачку. Продолжаю откачивать мед. А прежде нужно распечатать рамочку. То есть снять, срезать вот эту забрусную пленку. Забрусный воск. Очень полезный. Его очень хорошо жевать при различных заболеваниях. При профилактике гриппа, простуды, при зубной боли и так далее. Потому что здесь воск с прополисом. Очень полезно. Светлый забрус. Такой забрус не стыдно предложить покупателям. Вот раз ведерко. Вот еще емкость. Да, такой светлый, кремового цвета. Приятный. Ароматный, вкусный. Прямо так можно брать его и жевать. За место всякой любой жвачки. Потом срезы вот такие с рамок. На многих рамках пчелы отстроили соты. Тоже туда забили их медом. Вот такой срез. Ну, по сути, это сотовый мед. Мед в сотах. Ну, просто он такого нетоварного вида. Буду сам его кушать, жевать. А воск на перетопку пойдет. Ну, и забрус вот такого темного цвета. Со старых рамок. Он в продажу, конечно, не пойдет. А я его скормлю весной обратно пчелам. Разведу с теплой водичкой. Размешаю. И вот этот медовый сироп. Пчелы отлично весной в качестве подкормки. Отлично его возьмут. Ну, а воск, соответственно, на перетопку. И так далее. Итак, вот у меня есть нож электрический. Подсоединен к аккумулятору. 12 вольт. Но я его подсоединил на 9 вольт. Чтобы он был не такой уж сильно горячий. И вот срезаю вот эту пленочку ножом. Там, где не получается срезать хорошо ножом. Вот на таких маленьких рамках почему-то ножом не очень удобно работать. А большие рамочки, то есть точно такая же рамка, только в два раза длиннее, в два раза больше. Там хорошо именно ножом электрическим. А здесь вот вилочкой в тех местах, где не удается нормально срезать. Конечно, срезать-то можно, но неохота слишком сильно срезать воск. Что-то срезаю, что-то вот так вот расковыриваю. Всяко. Всякими способами. Главное убрать забрусную пленку. Иначе мед не откачается. Далее распечатанные рамочки погружаю в метагонку, центрифуга. И за счет центробежной силы мед вытекает из сот, из ячеек. Вот сейчас здесь крутятся рамочки. Ну и самое главное, ради чего происходит все это волшебное действие. Вот краник в метагонке. Значит, открываем сейчас его. И вот у нас течет медовок. Фильтруется через два сита из нержавейки. И все прекрасно. Мед насыщенный, ароматный, вкуснейший. Каждый год мед своеобразный. Каждый год вкус разный. Чем и хорошо разнотравья. В этом году преобладают осод, репей, пустырник. Вот эти вот медоносы. И мед-то получился вот такого янтарно-желтого цвета. Практически розовый. Но чтобы точно сказать, какие медоносы здесь присутствуют, надо делать пыльцевой анализ. Этим я буду заниматься зимой. Микроскоп, центрифуга и все химореактивы уже есть. Просто пока нет времени. Управиться бы с рамками, с распечаткой меда. С откачкой меда. Чем сейчас и занимаюсь. Таких полурамок у меня вышло около 300 штук. Рамки вот такие побольше, на 300. Их чуть больше сотни. Мед есть в этом году. Достаточно. В достаточном количестве. Так же, как и в прошлом. Вот уже два года подряд я собираю хорошее урожаи меда. То ли у меня опыт появился, стало больше опыта. То ли просто пасека разрослась. А может быть, медоносы хорошо выделяют нектар. Ну, короче говоря, последние 2-3 года я с медом. До этого я набирался опыта, учился. Меда было как бы не очень много. Ну, так для себя и для своих друзей, родственников медок был. А сейчас его более чем достаточно. Мед разнотравье. Чем он лучше других медов? Например, липового, гречишного, подсолнечникового и других монофлорных медов. Меда много на рынке сейчас. И предлагают неизвестно что. Как правило, это южные привозные меда. Монофлорные, те, которые я перечистил. В основном даже это не липовый мед. Липовый, кстати, хороший мед. Ничего про него плохого не могу сказать. Но единственный минус липового меда, то что один и тот же год все время повторяется. То есть одно и то же. Каждый год липовый мед, липовый мед, липовый мед. В принципе, это неплохо. Но хочется разнообразия. Поэтому мед разнотравье в этом плане всегда интересно. Каждый год предвкушаешь. Думаешь, какой же будет мед. Вот, например, в прошлом году был обильный урожай душицы. Мед был такой светло-желтого цвета. Потом он закристаллизовался. Стал таким кремового цвета. Светло-желтым. Приятная такая консистенция цвет. А в этом году мед янтарно-желтый. Вот мы видим его естественный цвет. Вернемся к обсуждению монофлорных медов. А особенно медов, полученных сельхозкультур. С растений, которые выращены человеком. Которые возделываются на сельхозполях. В основном это масличные культуры. Рапсовый мед. Подсолнечниковый мед. Эти сельхозкультуры возделывает человек. Обрабатывает сельхозтехникой. И что самое главное, что самое плохое для нас, для потребителей меда. Это то, что эти поля регулярно обрабатываются. Обрабатываются пестицидами. Ядохимикатами. Такая технология у аграриев. Иначе поражает жучок. И другие вредители поражают. Да, они истребляют вредителей, которые губят их сельхозкультуры. Не дают им расти. Но и в то же время гибнут пчелы. Ладно бы еще гибнут пчелы. Полбеды. Но пчелы собирают мед с этих сельхозкультур. И потом мед приносят в улей. Поэтому такой мед недорогой, дешевый, привозной южный мед. Но я-то предлагаю луговое лесное разнотравье. Вот посмотрите. Вот просто вот сейчас вот насобирал букетик. Уже все отцветает. Тут множество всего. Осот желтый. Осот розовый. Цикорий. Именно тот цикорий, из которого делают заменитель кофе. Репейник, пустырник, тысячелистник. И много чего еще не вошло в этот букет. Зверобой, донник, душица. Множество-множество медоносов. Это как поливитамин в аптеке вы покупаете. Поливитамины. В одном флакончике, в одной коробочке собраны все поливитамины. А здесь, кроме витамин еще, есть необходимые для нашей жизнедеятельности вещества. Аминокислоты, микро- и макроэлементы и много и много чего другого. Ферменты, необходимые для нашей жизнедеятельности. Для того, чтобы мы не болели, жили долго и счастливо. Все это есть в чудесном меде разнотравье. И здесь вот у меня, в наших краях, так сложилось, что здесь луговое лесное разнотравье. Никаких посевных полей у нас тут нету. Ни рапса, ни гречихи, ни подсолнечника. Ничего поблизости тут нету. Когда-то было 20-25 лет назад, когда здесь было сельское хозяйство. Сейчас ничего не осталось. И к счастью. А я продолжаю заниматься откачкой меда. Вскрываю, распечатываю рамочки. Кручу рамочки на медогонке. И разливаю, фасую по таким 3-2 литровым баночкам. Пожалуйста, кому надо мед, обращайтесь, пишите в соцсети, на электронную почту. Рад буду, если вы присоединитесь к клубу любителей меда разнотравья. Рад буду, если вы присоединяйтесь к клубу любителей меда. Рад буду, если вы присоединяйтесь к клубу любителей меда. Рад буду, если вы присоединяйтесь к клубу любителей меда. Продолжение следует...